С грызунами мы схожи на 85% и даже с бананом на 60%. Наши генетические особенности, они в принципе влияют на очень большое количество признаков. И в том числе косвенно, также и на продолжительность жизни. Можно, грубо говоря, взять и вырезать тот ген, либо его какую-то часть, который приносит какие-то повреждающие действия для организма человека. Я думаю, что это в скором будущем будет создание каких-то химерных организмов, животных, растений в том числе. Чтобы мы могли, например, создавать, грубо говоря, корову, которая будет давать козье молоко. Соответственно, это будет продукт, который человек любит определённый, но в больших объёмах. Очень важно соблюдать этические нормы и законодательства всего мира, чтобы наши исследования в области особенно редактирования генома человека не привели через какие-то поколения к непоправимым последствиям для всего человечества в целом. Марина Смольникова, кандидат биологических наук, руководитель группы молекулярно-генетических исследований НИИ «Медицинских проблем Севера». Что такое генетика простыми словами? Генетика – это наука, изучающая наследственность. Это передача генетической информации от родителей потомству. Это если коротко. Но нужно сказать, что генетика – это довольно-таки интересная наука. Сейчас к ней обращены очень многие взгляды. Сейчас в медицине всё больше исследований, внутри которых есть также ещё и генетические аспекты. Поэтому эта наука прогрессивная, и она будет развиваться, и у неё очень хорошее будущее, я думаю. ДНК – это флешка, где хранится вся информация? Да, это хранитель, собственно говоря, молекулы, в которой хранится генетический наш материал. То есть если начинать от клетки, то весь наследственный аппарат хранится в ядре клетки. В ядре находятся хромосомы, внутри которых хранится спираль ДНК. Она двойная, и её структура была открыта в 1953 году. С помощью неё мы можем говорить о том, какие гены, какие признаки несёт определённый человек. То есть ДНК – это молекула, и внутри неё есть такие так называемые гены, которые – это маленькие кирпичики, в которых заключена информация о белке, либо о структуре какого-то протеина и так далее. И таких генов внутри ДНК у человека насчитывается порядка 20 тысяч. Это те, которые содержат информацию именно о каких-то признаках. То есть если мы говорим о человеке, ведь нам интересно узнать как можно больше информации именно о самом себе, то у нас есть так называемый генотип. Это то, что мы имеем внутри себя генетическую информацию. И есть фенотип. Это внешние проявления как раз тех признаков, которые заложены в наши гены. И они могут быть разнообразными, потому что у нас есть абсолютно разные условия внешней среды нашего, быта и так далее. То есть фенотипические признаки, они развиваются со временем и могут меняться в течение жизни. В чём заключается проект «Геном человека»? В 2003 году закончился проект «Геном человека». Были расшифрованы первые геномы человека. И это было, я это называю, началом эры персонификации. То есть именно после этого мы начали уже понимать, из чего же состоит наш геном. Расшифровывались геномы далее в других проектах. Был завершён недавно проект «Тысяча геномов», где были расшифрованы тысячи геномов европеоидных популяций. А сейчас ещё в процессе, с 2016 года, проект «Геном Азия». То есть внутри него 100 тысяч геномов азиатских популяций будет секвенирование. И информация об этом поможет нам понять пути миграции, эволюцию людей и так далее. Правда, что геномы человека, животного и даже фруктов во многом похожи? Да, абсолютно верно. Иногда это сходство доходит до 99%, например, как человек и шимпанзе. И, например, с грызунами мы схожи на 85% и даже с бананом на 60%. Но вы спросите, в чём отличие настолько большое всего в одном проценте? И я хочу сказать, что наши общие предки, наши ветви развития с шимпанзе, ну и вообще, в принципе, с приматами, разошлись примерно 5,5 или 7 миллионов лет назад. И за это время, во время эволюции происходили различные мутации, изменения какие-то в геномах, закреплялись определённые признаки, уходили другие. И в том числе даже у человека из 48 хромосом осталось только 46. То есть мы имеем 23 пары хромосомы. И одну получаем от мамы, другую от папы. Так вот, в чём же отличие? На самом деле геном наш очень схож, но активность разных генов, она совершенно по-разному проявляется. Например, могу привести пример, что гены обоняния, либо гены кератинов у человека, они практически в молчащем состоянии находятся. То есть мы потеряли практически весь волосяной покров, за что отвечает кератин. И обоняние у человека гораздо ниже развито, чем у других млекопитающих. То есть в основном всё зависит от активности определённых генов. Есть те, которые сохранились эволюционно, и они активны. А вообще, в принципе, структура ДНК, она схожа. То есть отличия в активности генов. Когда говорят о разнице между приматами и человеком, то говорят всегда об интеллектуальных способностях, о способностях к речи. То есть, например, недавно учёные выявили гены речи. И таким образом мы можем понять, что у млекопитающих этот ген молчит. Ну а, соответственно, мы говорим. Влияют ли гены на продолжительность жизни? Да. Я могу сказать, что наши генетические особенности, они, в принципе, влияют на очень большое количество признаков. И в том числе косвенно, так же и на продолжительность жизни. То есть, например, я могу сказать, что один из признаков молодости – это состояние нашей кожи. Он кодируется и зависит от белка коллагена. То есть он ответственный за эластичность кожи, за регенерацию и так далее. Вообще, в принципе, процесс старения – это комплексный процесс, внутри которого происходит и изменение функционирования органов, систем человека. В том числе это касается так же и интеллектуальных способностей человека, которые со временем изменяются, мы знаем. И плюс ещё предрасположенность ко всяким болезням, к восприимчивости к вирусным, к бактериальным инфекциям, она тоже меняется в процессе жизни. Это важно понимать. И таким образом можно говорить, да, что генетические особенности, они влияют на продолжительность жизни. Но ещё немаловажно заметить, что всё-таки долгожительство, оно передаётся по наследству. Могу привести собственный пример. У меня у бабушки мама прожила 102 года, бабушке моей сейчас 97. И у тёти у её тоже была продолжительная жизнь. Поэтому я думаю, что, может быть, это передаётся как-то именно по женской линии. Но я узнаю об этом только через несколько десятков лет на своём примере. Гены оказывают влияние на интеллект. Интеллект вообще – это совокупность когнитивных и психологических особенностей человека. Когнитивное – это наше восприятие мира, это анализ каких-то данных, это память, это речь и так далее. И вот этот собирательный образ, его измерить вообще довольно-таки сложно. Но необходимо отметить, что в всех нейронных сетях и в нашем ответе на окружающую среду участвуют клетки нервной системы. Так вот, их развитие, например, нейронов, аксонов, я думаю, что многие об этом слышали, они также закодированы определёнными генами. То есть, имея определённые варианты этих генов, у человека будет развиваться определённое состояние и объём интеллекта. То есть, мы говорим о том, что в том числе и нейромедиаторы, многие знают их как гормоны, они тоже кодируются своим определённым геном. И в этих генах, как и во многих генах в человеческом организме, и не только в человеке, а вообще в организмах, в мелькопитающих, в других животных и растениях, они имеют варианты. То есть, мы их называем либо это полиморфизм, либо это однонуклеотидные какие-то замены. То есть, вот из трёх с лишним миллиардов оснований может произойти замена всего лишь одного основания на другой. Азотистые основания – это такие вот, скажем, зубки, если можно говорить про структуру ДНК. И это приведёт к, например, изменению активности определённого нейромедиатора, который ответственный, например, за восприятие какой-то информации и так далее. То есть, вообще, в принципе, нужно сказать, что интеллект может зависеть от нескольких тысяч даже генов, которые кодируют различные белки, которые участвуют в нашей интеллектуальной деятельности. И на настоящий момент времени даже мы в Институте медицинских проблем Севера мы занимаемся изучением этих вариантов генов. То есть, работы по изучению интеллекта до сих пор продолжаются. Но необходимо отметить, что кроме генетической предрасположенности к интеллектуальным каким-то способностям очень огромную роль играет наше воспитание, обучение детей в процессе жизни и так далее. То есть, каждый наш признак можно развивать. Это касается не только интеллектуальных способностей, но и других. А что первостепенно генетическая предрасположенность, либо это саморазвитие обучения в процессе жизни – это вопросы ещё спорные, требующие продолжения исследований научных. Если в моей семье все склонны к полноте, я тоже буду полным? Да, ожирение как таковое – это, в принципе, определённый тип обмена веществ. И если у кого-то из родственников есть ожирение, то с высокой долей вероятности у ребёнка может тоже развиться ожирение. Но, имея генетическую предопределённость к этому, зная, например, об этом, человек, девушка, например, хочет выглядеть хорошо, и она, изменяя свой образ жизни, своё питание, она может корректировать и свою фигуру в том числе. То есть, по генетическому анализу можно составить правильную диету? Действительно, это направление существует и называется оно генетикой питания. То есть, это относительно молодое направление, но, тем не менее, уже в мире существует целый консорциум нутригенетиков, который в 2016 году создал два больших руководства по тем рекомендациям, которые можно давать, основываясь на генетических характеристиках человека, чтобы он менял свой стиль питания, составляя свою собственную диету. То есть, например, у человека плохо усваиваются жирные кислоты. Ну, это вот если совсем грубо, да? Таким образом, ему нужно в диете, в рационе своём питания сократить потребление жиров. Поэтому он может прислушиваться к результатам данных типирований, генотипирований и максимально улучшать состояние своего здоровья, которое зависит в том числе и от питания. Как говорил Гиппократ, мы то, что мы едим. Это на самом деле очень интересное направление, и я сейчас планирую его развивать. У нас сейчас уже в... я являюсь научным руководителем в одной из базовых школ Российской Академии Наук. И мы с ребятами в Сириусе выиграли уже грант на тему изучения питания как раз. Чем ещё занимаются красноярские генетики? В Институте медицинских проблем Севера у нас уже более 15 лет существует генетическое направление. Мы изучаем особенности заболеваемости человека. То есть это раздел медицинской генетики. Три года назад у нас выделилась даже отдельная структура. Это научная группа, которой я руковожу. И самый ранний проект, который мы начинали, это изучение такого серьёзного заболевания, как бронхиальная астма. Это заболевание сложное и распространено довольно-таки широко по всему миру. И самое опасное – это то, что им болеют дети. Оно иногда бывает имеет тяжёлые формы. То есть мы сравниваем, например, выборку больных астмой, их генетические характеристики, с группой сравнения – это люди, которые здоровы, и у них нет бронхиальной астмы. Таким образом, мы выделяем варианты генов, в том числе это, например, гены цитокинов, это белки иммунной системы, которые участвуют в иммунном ответе и в воспалении. В результате наших исследований мы выявили, что существуют варианты генов, которые приводят к развитию именно тяжёлой формы, неконтролируемой бронхиальной астмы. То есть это самая опасная форма. По результатам наших исследований мы даём практические рекомендации в органы здравоохранения, чтобы они вводили вот эти генетические тестирования для определения. Есть такие варианты у определённого человека, особенно это касается детей. И таким образом предупреждали бы, профилактировали развитие заболеваний. То есть улавливать эти генетические характеристики до того, как развелось заболевание, либо его тяжёлая форма. Если это касается детей, мы изучаем бронхиальную астму детей, то врач, предупреждая родителей о таком развитии заболевания, говорит о том, что рекомендует изменять бытовые какие-то условия, может быть даже иногда речь идёт об изменении климатических условий и так далее. То есть таким образом ведётся работа. Возможно, что в будущем у всех появится генетический паспорт. Вообще да. В генетике работают над тем, чтобы в скором будущем мы получали при рождении или даже до рождения ребёнка так называемый генетический паспорт. То есть это уникальная характеристика всех способностей, к чему предрасположен человек, а также его предрасположенность к определённым заболеваниям. Делается это для того, чтобы, зная такие характеристики, особенности, как можно лучше откорректировать свой образ жизни, чтобы, например, какие-то негативные, ненужные фенотипические проявления либо восприимчивость к заболеваниям не проявилась. То есть мы профилактируем развитие данных признаков. А можно ли исправить плохие гены и подкорректировать геном? Ну, плохих генов не существует. Есть определённые какие-то варианты, которые там ассоциированы, например, с дефицитом какого-то белка, а нам не нужен этот дефицит, например, да, либо, наоборот, с повышенной активностью гена, когда она не нужна. Я бы вот хотела обратить внимание аудитории. Совсем недавно вышло очень хорошее интервью Марии Воронцовой. Рекомендую его найти, оно есть в открытом доступе. И она говорит о генетике с точки зрения врача и учёного. И она сказала такую фразу, она мне очень понравилась, что учёные очень аккуратно говорят. И кроме того, что они аккуратно говорят, я ещё хочу сказать, что они аккуратно работают. Это касается особенно генетиков. То есть наша концепция – это не навреди. На самом деле сейчас существует редактирование геномов, и в том числе на человеке, но это касается только соматических клеток, а не половых. Очень важно соблюдать этические нормы и законодательства всего мира, чтобы наши исследования в области, особенно редактирования генома человека, не привели через какие-то поколения к непоправимым последствиям для всего человечества в целом. А как происходит редактирование генома? Существует несколько технологий сейчас редактирования генома. Одна из основных – это КРИСП. Она заключается в том, что с помощью специальных ферментов, так называемых рестриктаз или газ, можно, грубо говоря, взять и вырезать тот ген, либо его какую-то часть, который приносит какие-то повреждающие действия для организма человека. Генетическое редактирование – это относительно молодое направление, и оно пока еще связано с целым рядом сложностей. В том числе сложность состоит в доставке геномодифицированного участка к требуемой клетке. Поэтому данное направление находится только в начале своих исследований, но, тем не менее, уже сейчас есть примеры того, когда у человека детектируется какое-то смертельное заболевание, и существует возможность, например, выключить ген, который ответственен за синтез патологически большого количества определенного белка, фермента и так далее. То это происходит именно с помощью вот этих методик генной инженерии. Геномы разных народов отличаются? Да. В Институте медицинских проблем в Севере мы в том числе изучаем популяционную генетику. Еще в 2014 году президиум РАН финансово поддерживал проекты развития арктических территорий. Так как мы знали о том, что, например, существует такая проблема, как повышенная младенческая смертность в арктических территориях, такие данные были на популяциях Аляски. Мы захотели повторить такой дизайн и сделали исследование по изучению наших коренных популяций народов Севера. Это долганин, ганасани и ненцы. Исследование заключалось в том, что мы изучали распространенность патологического варианта гена в одном ферменте, который участвует в расщеплении жирных кислот. Соответственно, пищевой рацион питания в арктических популяциях в основном состоит из жирных типов, рыбы и так далее. И младенец, получая при первых днях жизни молоко от матери, которая питается жирной пищей, но у младенца дефектен такой ген, то есть у него есть мутация, он не может усвоить жирные кислоты и погибает в первые несколько дней жизни. Мы обнаружили, исследовав практически тысячи образцов ДНК от популяции ненцев, долган, и русских в качестве группы сравнения, что всего семь вариантов с таким дефектным геном находятся в геномах долган. То есть результат данного исследования был также предложен как практическая рекомендация органов здравоохранения включить именно для данной популяции в федеральный скрининг генотипирования данного фермента, данного гена. В том числе у нас, например, проходил также крупномасштабное исследование изучения патологической интернет-зависимости у подростков. Мы сравнивали распространенность определенных дефектных вариантов генов нейромедиаторов, тех же гормонов, в популяциях русских, тувинских и хакасских подростков. И выяснили, что, например, патологическая интернет-зависимость чаще встречается и имеет генетическую к этому предрасположенность у тувинских подростков, что соответствует мировым данным, в которых говорится, что интернет-зависимость в европеоидных популяциях, к которым относится, например, русская, славянская популяция, процент встречаемости составляет порядка 7%, а в азиатских популяциях – это Китай, Корея, Япония – такая встречаемость составляет порядка 40%. И вот у нас как раз у тувинских подростков она составила 45%. Мы изучаем гены окситоцинового пути, дофаминового пути, то есть это те нейромедиаторы, которые участвуют в получении удовольствия от чего-либо. Но интернет-зависимость патологическая – это уже когда происходят какие-то изменения в физическом и психическом состоянии человека. Какое будущее у генетики? Хотелось бы, чтобы это был действительно генетический паспорт, который мы можем получать либо до рождения ребёнка, либо при его рождении и эффективно использовать для того, чтобы обеспечить его комфортную долголетнюю жизнь. Что касается других направлений генетических исследований, я думаю, что это в скором будущем будет создание каких-то химерных организмов, животных, растений в том числе, с какими-то заданными свойствами определёнными. То есть, например, повышенная урожайность, либо это устойчивость к бактериям, устойчивость к заболеваниям. Чтобы мы могли, например, создавать, грубо говоря, корову, которая будет давать козье молоко, соответственно, это будет продукт, который человек любит определённый, но в больших объёмах. Либо всё-таки научиться создавать такие организмы, точнее животных, чьи органы мы сможем использовать как донорские, то есть развивать вот это именно направление. То есть все направления генетических исследований, они должны быть направлены на благо человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова